Потрясающая информация от Билла Хендерсона о ртутных амальгамах, корневых каналах и всех этих зубных токсинах, которые могут привести к раку. А что, если ты выпьешь? А что, если бы твоя газировка вызвала у тебя рак? Ты когда-нибудь слышал об аспартаме? Я хотел узнать мнение доктора Дэниэла Ньюсома, и пока я был в Калифорнии, я смог поговорить с ним и узнать его мнение об аспартаме. Это в большинстве диетических газированных напитков и их влияние на наше здоровье. Погугли аспартам и посмотри там все разные названия аспартама. Это не просто искусственный подсластитель, а под несколькими разными названиями. У него есть другие химические названия, и они, они будут в процессе маркировки, они, они будут маркировать его под разными названиями. Так что там не всегда написано аспартам. Хорошо. Но есть. Это токсично для него. Это очень ядовито. Я всегда шучу со своими учениками, что это консервант. Ты знаешь, потому что он распадается на формальдегид. Это то, что они сохранили мертвыми телами вместе с тобой. Ну и что? Но это не антиоксидант. Каков химический состав аспартама? Как ты сказал? Он распадается на формальдегид, поскольку он, как и аспартам, метаболизируется. Это заканчивается формальдегидом. Хорошо. А формальдегид сам по себе является токсичным химическим веществом. Это вызывает рак. Это едкое химическое вещество. Это бальзамирующая жидкость. Это то, что бальзамирует. Точно. Это то, что содержится в бальзамирующей жидкости. Это то, что они используют для сохранения мертвых тел. Хорошо. Это бальзамирующая жидкость. Альдегид это номер один в нейротоксине. Хорошо, хорошо. И он изначально был разработан как нейротоксин в биологическом оружии. Хорошо. Это был компонент нервно-паралитического газа. Хорошо, значит, когда мы это едим, мы глотаем аспартом. Он превращается в формальдегид, а затем начинает разъедаться. Или разъедать нашу нервную систему. Это токсично для нашей нервной системы. Вау. Значит, мы едим что-то, что было. Что потенциально является биологической-биологической войной. Да, агент. Точно. Точно. Сейчас. Симптомы нейротоксичности, вызванные аспартамом, идентичны симптомам рассеянного склероза. Идентичны. Это может дать тебе точно такую же симптоматику. И у нас было. С меня хватит. О, я не могу сказать тебе, скольких пациентов мы вытащили из. Аспартам из всех, все искусственные подсластители любого рода. И их диагноз РС должен был исчезнуть. Ну, я читал в литературе об этом. Первые дни аспартама в конце 60-х, начале 70-х с GTC Orl. И, по-видимому, они обнаружили, что он проедарит дыры в мозгах крыс или обезьян. Обезьяны. Точно. Это нейротоксин и он. Он разъедающий. Это так. Это. В сущности, что соль делает с машиной. Ты знаешь кузов машины? Это, знаешь, мы видели по дороге в Детройт, где недавно брали интервью у доктора Дэвида Браунштейна. О, очень хорошо. Мы подъехали к машине, и один из парней в одной из наших камер, это был Трэвис. Это был ты. Алан. Вот Алан. Сказал Алан, посмотри на машину. И все. Все это просто сгнило. Сгнил. Потому что они видели дороги здесь, наверху. Точно. Значит, аспартам делает то же самое. То же самое делает то, что соль сделала бы с кузовом автомобиля. Только это влияет на твой мозг и спинной мозг. Ты хочешь еще одной диетической содовой. Держу пари, что ты не после того, как услышал эту информацию от доктора Ньюсома. Продолжение следует.